конечно путин опасный президент глава ядерной державы и многое что он творит это беспредел в сегодняшнем мире в порядке который был установлен после второй мировой войны но все валить на одного человека нельзя так же как и нельзя было валить все на гитлера гитлер был не один и сталин был не один им помогали можно сказать даже были коллаборанты были те которые закрывали глаза на то что они творят я вот недавно посмотрел фильм мистер джонс там когда я не хочу рассказывать про него ну голодомор все знали и рузвельт знал все знали про голодомор тогда но все закрыли глаза и дали сталину сталин тогда понял что ну что же делать все можно можно творить чего хочу особенно у себя в стране и гитлер рузвельт тоже дал сигнал гитлеру что евреи никому не нужны отправив корабль saint louis который которым были евреи обратно в германию гитлер понял можно убивать творить что угодно то же самое произошло и с путиным коллаборанты европа то что мы называем сегодня цивилизованный мир помогли ему дали ему зеленый свет творить что он хочет что он что ему нужно поэтому он не один виноват в этом так же как и немцы и гитлер это не они они не одни кто виноваты в гибели миллионных людей миллион людей евреев уничтожения геноцида и сталин тоже не были были коллаборанты были помощники из запада да те которые даже промолчали молчание приравнивается согласию и эти тираны и убийцы они это так воспринимают поэтому мы все ответственны за это мы все тех кого мы избрали мы держим мы ответственны за как они себя ведут и как ведут другие тираны по отношению к этому из моего личного опыта когда я был в абхазии с оон и с голубыми касками во время абхаза грузинского конфликта то россияне там выступали как миротворцы это было до путина задолго до путина и было уже явно что они принимают абхазскую сторону и каким-то образом абхазы получают российское оружие через какие-то черные каналы российские и был такой договор что была буферная зона на реке ингури по моему три сейчас не помню по моему три километра или шесть километров по обе зоны никакого оружия никаких крупнокалиберных орудий даже военных чтобы там не было мы патрулировали это все но когда начался и одна из вещей то затворы из пушек были сняты из грузинской стороны из абхазской стороны и эти затворы хранили россияне примерно так же как и в сирии хранили их и химическое оружие и вдруг ни с того ни сего когда началась стрельба у абхазов затворы появились и они смогли стрелять из крупнокалиберных пушек орудий а грузины нет они не не успели им пришлось подводить свои войска но россияне сказали мы не знаем как это откуда это где-то они спрятали кого-то обманули спорить с ними было бесполезно но никто ничего не сказал все промолчали все сказали ну что же делать теперь что третью мировую войну с россии начинать это еще было до путина что же произошло позже в 2008 году когда я был начальником штаба нато в россии началась россия грузинский конфликт начался и опять же я не буду говорить что россия там там начала и сконцентрировал что был план но такого таков был и потом пошло расследование европейского союза европе и европейцев и по-моему ее звали хайди и она сделала доклад который был принят всем западом что оказывается войну начали грузины а почему она пришла к такому заключению ну понятно почему она пришла к такому заключению но она должна была оправдать что-то написать что оправдывала россию в этой агрессии в 2008 году против грузин против грузии так она написала потому что в цхинвалии это грузины первые открыли огонь по российскому танку сайте вот тогда это советские начали вторую мировую войну потому что они открыли огонь по немецкому танку которая почему-то был в ленинграде но я примерно это говорю да мы любую страну можем так взять бред но и оон принял этот доклад и евросоюз принял этот доклад и о бсе принял этот доклад конечно же конечно же и соединенные штаты барак обама послал госпожу клинтон и вице-президент байден в то время который сейчас выдвигается у нас президенты да с красной кнопкой для перегрузки что вы думали то путин дуб подумает но у него зеленый свет все с этим согласны никаких протестов против этого нету да моральный протест есть да то есть также как и чеймберлэн объявил сталину или гитлеров гитлеру во время второй мировой войны до моральной мара он морально протестует против этого поэтому путин и сказал ну тогда крым наш я могу и украину и белоруссию все что угодно никто мне ничего не скажет никто против меня ничего не 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 делает ну слава богу сейчас вроде чуть-чуть западный мир и соединенные штаты влаги во главе с администрацией сегодняшней его немножко успокоили а иначе бы он так продолжал потому что есть поддержка есть питание из то с чего эти тираны питаются они видят что им дали палец и они откусит руку поэтому с крокодилами договариваться нельзя с крокодилами надо поступать как с крокодилами как с убийцами ну в принципе все что я хотел сказать сегодня всем хорошего настроения